Те же организации, что попались на глаза, занимались простым надувательством. Буду рад узнать о честной фирме. Не узнал о честной МЛМЛ фирме у себя в Киеве я. Ряд моих выпускниц, молодых замужних женщин бросились на стартовые пакеты Мэри Кий, был такой закос в конце 90-х и их пакеты всяческих кремов и пилюль, помад и косметика оплатили их собственные мужья, тести и папы, А первыми и последними покупателями стали сестренки и мамы, которые быстро выбрали в приоритеты традиционные магазины косметики и профильные отделы супермаркетов, оставив своим нерадивым мечтателям горькое сожаление о несостоявшемся МЛМАЛ процветании. Многие из наших поступков непременно связываются с некими неожиданными трюизмами, которыми полна наша жизнь. Фактор неожиданности, вплоть до самой нелепой, просто непредсказуем, и его принято называть отвлеченно-фатальным именем слепой случай. По нелепой слепой случайности люди, вчера еще сами крайне зашоренные, вдруг вырываются на сетевые просторы пророками и вещателями каких-то глобальных истин. Финансовых, бизнесовых и даже сакральных. Остается либо диву даваться, либо делить их прописи пополам. Дальше я приведу отрывок из моей повести «Майский синдром», апрель-май 1996 года. Зашел вчера к Дервишу коллега-учитель Василий Сигорский, и они принялись сочинять праздник. Сочиняли из-за одного почтения к прошлому Первомаю, так как нынешний подарил им столовый маргарин, одно яйцо, плошку макаронных рожек да еще бледнолицую фитяску. От такого рациона на двоих никакой жог не спляшешь, а о маргарине и того более Василий очень мудро изрек, маргарин это продукт, от которого проистекает два свойства, первое – жрать тяжело, второе – зато срать легко. И совсем было они духом упали, да только полоумный сосед с пятнадцатого этажа, ворвавшись в квартиру Дервиша на четырнадцатый этаж прямо на велосипеде, браво предложил, и продал им дополнительный литр домашнего олиготе. От этого жить стало легче, пить стало веселей. Приятели вкушали олиготе и фитяску, одинаково белые, одинаково кислые, одинаково вялоалкогольные. И Василий бурно пел дифирамбы цепторовской швейцарской посуде из хромникеля, которую он принялся продавать, это посуды с термоаккумулирующим дном, гори все вверх дном. Дальше и вовсе из полуголодной кухни понеслось в мир маловразумительное, ноу-хау. Слава Мао, Микки, ты только найди мне трех идиотов, чтобы им таки можно было продать пару-несколько кастрюль с ручками вовнутрь. В наших поваренных книгах с Амарами Хренова, в поваренной книге от цепторской МЛМЛ, Амары есть, а у нас жрут картошку на сале. Для меня фирма Цей Эптер, души Рэ Цей Эптер, хромникель 1810, аттракцион с покупкой чреват подарком, например, салонкой на 50 гринов. Мы должны научиться прощать друг дружку, господа и господинки украинцы с украинками. Украина не лопнет от этого пополам, и даже не репнет, искромсав нас обильным голодом и безденежием от кабмина. Дрипфрут с ней, с нашей голодной эпохой, в которой всех нас простолюдинистых просто хотят удавить. Подарите мне стоимость Цей Эптеровской солонки, и я без голода проживу на Украине месяц, не разрушив себя, и не встав на колени. Точно так же весьма осведомленная украиноязычная экономистка вдруг рассказывает о том, что вот, лоб не тресни, а надо 10% всего того, что ты зарабатываешь в месяц откладывать. Откладывать в том случае, когда тебе финансово хорошо, и тем более, когда тебе очень хорошо и весь ты в шоколаде. Естественно, здесь можно говорить о тех воистину мизерных зарплатах, которые получают молодые, а мы здесь говорим о нашей украинской молодежной аудитории, и связи с этим очень послушать ее аргументы о построении действенной финансовой машинки, а с другой стороны послушать несколько иные аргументы. Уже от молодых. Вот в качестве одного из таких альтернативных аргументов рассмотрим, кому реальнее доверять, либо молодому вечно полупустому желудку, либо разумным домыслом вдруг явленного прозападного гуру. Тут-то и возникает извечная сентенция, кому доверять, мозгу или желудку. Что здесь сказать? Здравому смыслу хорошо известно, что более избирателен обычно желудок. Если он что и съест недозволенное, то его вытошнит, а вот мозги. Их можно фаршировать и фаршировать лжеидеалами, лжеценностями, лженадеждами.